Доброе, насколько это возможно, всем время суток. Вот сейчас, хотя я заканчиваю свое дежурство, и мне показался интересным такой вопрос, какая в чем глубинная связь между Пуримом и заповедью помнить о том, что сделал нам Амалек. Помните, Амалек это тот, кто, так сказать, это был исторический народ из потомков Исава, который хотел уничтожить еврейский, но вот первый на него напал при исходе. И потом его почти уничтожил царь Шауль, он был из детей Рахеля, из колена Беньямина, как мы говорили. И, тем не менее, он сделал ошибку, и остались, я не буду давать подробности, остались потомки, и эти потомки не наверят евреев, как бы вот беспричинно, так сказать, пытаются уничтожить еврейский народ ради самой идеи. И можно, так сказать, приводить много, так сказать, исторических экскурсов. Безусловно, нацисты идеологически были как Амалек, но этнический Амалек пропал как народ. Но идея осталась, да, это идея зла, которая, так сказать, полностью противостоит тому, что связана со Всевышним, как сказано, Всевышний говорит, мое имя не будет полным, да, как бы аллегорически в этом мире, пока существует эта идея в этом мире. Так вот, есть история заповедь, помнить позитивно и не забыть Лотишках. И мы читаем вот этот отрывок перед Пуримом, и вопрос, какая глубинная связь между двумя праздниками, между двумя понятиями, скажем так. Ну, вы мне казались, как? Очень просто, как Аман, который вот в Мегелат Эстер, Свитки Эстер описан, он происходил, он был Амалек. И так как мы спаслись, и Амана убили, то вот вам и связь. Значит, в чем есть проблема? Во-первых, помнить, ну, не сказано в том лишь, когда, ну, уже, как бы, не сказано сколько раз. Сказано, помни, значит, помни. Есть люди, читают эти отрывки после молитвы каждый день, можно вспоминать сколько угодно раз, в какой-какой минимум. Минимум по традиции раз в год, да, но не сказано, например, теоретически, может быть, можно помнить в другой день, например, когда читают главу Китецев, книги Дворим, когда эти три пасука приведены, можно помнить, и, кстати, если нет возможности слушать Порошат Захор, можно тогда, или думать, когда ее читают, что если у вас не будет другой возможности, это вы выполняете эту заповедь, ее читают после молитвы. Почему именно Пури, да? Более того, в Мегеле не сказано явно, что Аман был Амалек, сказано, что он был Агаги. И традиция говорит, что Агаг, это был тот царь Агаг, которого не убил Шауль. Но явно это не сказано, что Агаг это имя, да. И более того, Амана убили, там его 10 сыновей убили, Роббанав, да, то есть большинство, но какие-то остались. И, как мы видим, Амалек остался, да, и в будущем, да, предстоит уничтожить эти идеи. То есть нету, как бы, этноса Амалек, но идея Амалек осталась. Так почему именно Пурим? Почему, так казалось бы, такой веселый праздник? Почему нужно, как бы, все время зацикливаться на уничтожении Амалека? И почему именно Порошат Захор, вот это, почему это читают перед Пуримом? Я бы хотел привести несколько идей, которые основаны на нескольких источников, на идеях, которые высказывал Робби Леезер Мегармиза. Известный Гармиза, это, по-моему, то же самое, что Вормс, это город в Германии. В средние века был большим еврейским центром, пострадал при крестовых походах. Так вот, Робби Леезер Мегармиза или Гармайза был раввином, который учился у Робби Иуда Хасида, у величайших раввинов того времени, и был знаком с внутренними пластами Торы. То, что сейчас иногда называют Кабалой. И он написал очень интересные комментарии. И вот интерпретация, в том числе его идей, несколько, так сказать, других источников. Моего скромного понимания, в самой небольшой степени, я попытаюсь, так сказать, просто, чтобы это как-то отредактировать. Уроки у Ю очень интересные, есть на эту тему Раф Гладстейн, есть другие раввины, которые на этот счет говорят. Но я, так сказать, пытаюсь, как вам дать, как знаете, как вы можете сказать, дайджест, то, что я сейчас помню, чтобы ответить на дайджест, потому что он очень важный, мне кажется. Это не просто потому, что, вот знаете, Аман Амалек, и это Амалек, и поэтому мы так все, так сказать, одно с другим связываем. Вот какие идеи. Во-первых, если вы посчитаете количество псуким в свитке Эстер, вы получите 166 предложений, 166 псуким. И то же самое вы увидите в количестве слов в Торе, которые описывают уничтожение Амалека. В Граве Бешалах первое сказано о необходимости уничтожить Амалека. И там есть 119 слов, по-моему, 9 псуким. И в Главе Китеце, то, что мы обычно читаем, есть три псука, которые Захоры, да-да, и т.д., которые мы обычно читаем. И там есть 47 слов, всего 166 слов. Если вам кажется, что, ну, 166, 166, очень интересно. Но очень интересно, что слово Аман в Мигеле встречается 54 раза. Упомянуто 54 раза. И имя Эстер упомянуто 54 раза. И они как бы одно, как бы, противостоит другому. И в количестве... И да, они еще упомянуты косвенно, да. Эстер упомянуты как Адаса, а Аман упомянуты как Мимухан. То есть, есть некая скрытая сторона. Но явно 54 раза. И 54-е это гематрия слова МХ. Я сотру, говорит Всевышний. 54. Если вам кажется, что это случайность, то... 54 буквы в именах сыновей Амана, которых убили, которые несли его идеи. И 54 слов в определенных... Смотря как вот эти молитвы, которые добавляют в Пурим, по крайней мере, можно так на нее смотреть. В этом отрывке о Пуриме 54 слова. И... Это все связано с понятием МХ. Я сотру, говорит Всевышний. То есть, получается, что внутренняя канва... Внутренняя канва Мигелы за этой, так сказать, историей, что там, знаете, once upon a time, казалось бы, такая лявдель, как бы можно сказать, что если первый раз человек читает, какая-то шахерезада происходит, да, такие какие-то истории. Он пошел туда, это пошла туда, такая интрига, это кто-то подслушал, там, этот того хотел убить, там, не, его убили вместо этого, да, там... Внутри канва это уничтожение зла, это стереть память об Амалеке. И почему это так важно? Потому что в Мигеле сказана очень такая необычная вещь, сказано, «Мордехай ядает коля шерна аса». А Мордехай почему, как бы, никто не мог понять, что происходит? Кстати, мы такие умные, мы это читаем каждый год, я это все время говорю, это заняло много лет. Давайте, допустим, предположим, заняло 12 лет. Есть небольшие разночения, 12 лет заняло. Вся история, вот от начала Мигела до конца 12 лет. И в эти 12 лет люди не понимали, что происходит, они уже до этого не понимали, по-моему, в 18 лет, что происходит, потому что началась, знаете, люди пошли в Израиль, началась Илья, восстановление храма, и вдруг, стоп, пришел Кошмирож, говорит, все, там на них написали донос, кутим всякие, так сказать, самаритяне, кто там где-то, дикие народы, которые были, и они на них написали жалобу в Генеральную Ассаблею ООН в виде Ахашвироша, и Ахашвирош сказал, все, хватит, нет, нельзя, нельзя. И люди повисли в воздухе, они не знали, что происходит, да, много лет. И Мардыхай знал, откуда он знал. Значит, одно объяснение, что у него был Руаха Кодыш, он был член Сен-Ядрина, да, Истер была, кстати, пророчицей. И это еще, кстати, такая, кушьянь, буду входить, что избавление Пурима, которое мы рассказываем детям, что это все было так весело, все замечательно, на афоху все стало замечательно, это не все стало замечательно в конце, Истер была последняя пророчица, а ела так шахар, и она всю жизнь прожила с неевреем, антисемитом, да, с Ахашвирошем, это, так сказать, и все это было связано с большими садами, но я не буду в это входить, да. Какая, какая внутренняя канва в этой истории, да, что, что, что движет Мардыхая, да, почему Мардыхай знает, а другие не знают, ну да, возможно, Руаха Кодыш, но почему там был Даниэль, который написал книгу в Танахе Даниэля, может быть, его называют Атах, но он не играет никакой истории, не кроет существенной роли, там, помянут скользь, он не знает, что происходит, Даниэль не знает, что происходит, были последние из пророков еще, да, Хагай, Малахи, они были пророки, они не знают, что происходит, а Мардыхай знает, так вот, ну, во-первых, есть такие ситуации, что не все знают, у кого-то, так сказать, есть интуиция, у кого-то есть определенный подход, почему Мардыхай, вот есть другой подход, он говорит, он основан на том, что Рамбам говорит, что когда приходит избавление, и евреи возвращаются на землю Израиля, у них есть три заповеди, назначить царя, или какое-то государственное устройство, да, не будем вдаваться в детали, допустим, царя, да, руководителя, и это был или Эзра, или Зрубавель, да, которые, там, у них, допустим, был руководителем выходить в детали из потомков царя Давида, замечательно, дальше они, этот еврей, или их руководитель, должен был уничтожить Амалека, или воевать с Амалеком, со злом, и дальше строить третий храм, так пишет Рамбам, просто вмешанная тура, и у Рамбама, все, что Рамбам говорит, у него была очень серьезная традиция, естественно, так я не должен это, так сказать, даже говорить, но тоже знаком с тем, как мы изучаем Рамбам, каждое слово важно, и поэтому люди обычно не говорят, что вот список из трех вещей, но Рамбам перечисляет их в таком порядке, и согласно этому подходу, Мордехай понимал, у Мордехая была эта традиция, у него был, он понимал, что это должно произойти именно в таком порядке, и поэтому, когда никто не понимал, почему вдруг заморозилось строительство храма, Мордехай понимал, почему он понимал, потому что назначили, грубо говоря, царя, был у них, так сказать, руководитель, но они не воевали с Амалеком, они не уничтожили Амалека, нужна была война, столкновение с Амалеком, победа над Амалеком, что и произошло в Пурим, да, поэтому Мордехай так действует, да, и они, поэтому евреи, поэтому Мордехай пишет такой приказ, чтобы евреи сами напали на своих, так сказать, врагов, среди которых были или этнические, или и этнические, и, так сказать, духовные, духовный Амалек, и они их побеждают, и потом, что происходит, через короткое время, сын, согласно традиции мудрецов, сын Эстер Дарий II, разрешает, когда этот процесс заканчивается, восстановление храма, после того, как Амалек уничтожит. Это видит Мордехай, у него совсем другое видение реальности, в этом смысле, чем, может быть, даже не менее высоко продвинутых, так сказать, руководителей поколения, с Роха Кодыш, и в этом, так сказать, его уникальный подход Мордехая. Поэтому вся канва Свитка Эстер связана с уничтожением Амалека, и я бы хотел, и поэтому это останется на все времена, потому что борьба со злом, и более того, уничтожение Амалека произошло двумя путями. Во-первых, это бы не было полной победой, полное уничтожение. Первое, то, что мы, так сказать, да, что убили Амана, его повесили на том же дереве, как мы говорили, Медакин и Гедмеда, Мера за Меру, его сыновей, которые хотели убить еврейский народ, повесили на этом же дереве. Это первая борьба с Амалеком, победа над Амалеком. Но второе, это то, что Хазаль говорит, что бне Аман ламду тура, что часть сыновей Амана перешли в евреиство. Это тоже победа зла, даже большая победа зла. Это превращение зла в добро. И я бы опять же хотел сказать то, что говорит Рукеах, Раби Лезер Мегар Миза. Он говорит, что есть псалом, в котором есть 166 слов. И этот псалом, он называется 136, Алеля Гадоль. Восхваление Всевышнего, которое называется Большой Галель, Большое Восхваление. Его читают в Шаббат. Это псалом 136. И там восхваляют Всевышнего за очень многие вещи. И заканчивается очень необычно. И тот, кто дословно сломал тех, кто царей, тех, кто враждуют с нами, дословно давят на нас, удавливают нас дословно царей. В Айфрикейну, он как бы сломал их, сломал это ермо их над нами. Потому что евреи были, как знаете, в окружении, в блокаде. В Персидской империи охватывало 127 стран, бежать было некуда. Там больше цивилизаций, грубо говоря, не было вокруг, которые евреи знали. Визу никто не мог дать. Они все, евреи, стопроцентно были под властью Охашвироша в этот момент. И поэтому они были, как знаете, задавило их, они попали в ловушку Амана. И Всевышний как бы сломал это В Айфрикейну Мицарейну. Это то, что говорит Рокеа. В Айфрикейну Мицарейну Киулам Хазопа. Своей милости Всевышний помог нам, так сказать, помог евреев, дал им успех, дал им мудрость, дал им, так сказать, военную сноровку, потому что это не было, там ничего чудес не было, там огненный столб в небо не сходило, там не этих, вот эти орды антисемитские не жёг, они с ними воевали, да, перед Пуримом. Это, собственно, и Пурим, что они, так сказать, взяли оружие, и им дали это сделать, и они победили своих врагов. И дальше сказано, «Но тэн лэхэм лэхэм лэ коль басар киулам хазду». Какая-то, казалось бы, тот удаёт пропитание, достовно хлеб всем, коль басар, всем людям, всему живому, можно по-разному перевести, потому что в этом его милость. Какая связь с Пуримом? Рокеа говорит необычную вещь, это трапеза Пурима, тот-то даёт всем пропитание. Какая связь? Трапеза Пурима символизирует основу Пурима, радость через простые материальные симхабы гашмиют. Если, например, в хануку это галель вауда, это симхабы руханиют, основная вещь, то Пурим, конечно, нужно читать Мегелат Эстер, но основная, одна из основных заповедей Пурима это сиуда. И сиуда должна быть вот именно радостность, вот такая обычная пир горой, скажем так. Вот пир горой в Пурим имеет основу в заповеди, связанной с днём Пурима. И даже то, что, и опять же, так сказать, не нужно это делать, не посоветовавшись, но когда люди выпивают больше обычного, ни в коем случае нельзя, так сказать, пьянеть в такой форме, что человек делает что-то неподобающее ему, но убивать больше обычного, именно вино, в этом тоже есть секрет Пурима, потому что, когда исчезает зло, да, когда ломается зло, то мы видим Всевышнего в этом мире, в Гошмиют, или, с другой стороны, когда мы благодарны Всевышнему за те простые материальные вещи, мы видим Всевышнего в том, что вокруг нас, даже если этот мир не идеален, и зло полностью не исчезло, то мы, как бы, стираем присутствие зла в этом мире, да, то вот, видите, здесь 166 псу-ким, как Мегилат Эстер, то мы потихоньку, так сказать, пор-ким, оль, амалек, да, то мы царим, 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 ломаем это, мы убираем это, и амалек, это, так сказать, более мягкой форме, это не только, так сказать, какой-то погромщик, террорист, нацист, амалек, это сомнение, у человека возникают сомнения, да, аеш, ашембе, кирбейной май, то есть, как только евреи сказали, а есть ли Всевышний среди нас, пришел амалек, как говорит Раша, когда мы видим, показываем, что Всевышний среди нас, мы исправляем это, и мы, так сказать, отталкиваем, уничтожаем эти сомнения, отталкиваем амалек, увеличиваем присутствие Всевышнего в этом видео, поэтому, видите, как все связано, спасибо.